Сказка о четырех котятах и четырех ребятах. Александр Веденский. Читает Павел Беседин. Кусался и дрался, как глупый щенок. Фомка, четвертый кошачий сынок. Однажды сготовила кошка обед. Зажарила восемь куриных котлет. Спекла для ребяток слоеный пирог, купила им сливочный сладкий сырок. Чистою скатертью столик накрыла, взглянула, вздохнула и проговорила. А может быть, мало будет для деток сырка, пирога и куриных котлеток? Пойду я на рынок. На рынке достану для милых котяток густую сметану. Берет она с полки пузатый горшочек, кладет его в плотный плетеный мешочек. В карман опускает большой кошелек, но дверь забывает закрыть на замок. Стоит возле речки пустая котенка. В леску заигрались четыре котенка. Вдруг из высоких кустов барбариса вылезла тихо противная крыса. Воздух, понюхав, махнула хвостом и осторожно взглянула на дом. В доме ни скрипа, ни звука, ни вздоха. Это неплохо, решает пройдоха. Свистнула крыса визгливо-пронзительно. Два раза коротко, три продолжительно. Даже в лесу за болотной трясиной крысы услышали посвист крысины. Ожили мигом лесные тропинки, всюду мелькают крысиные спинки. Листья сухие и чуть слышно шуршат. Крысы торопятся, крысы спешат. Кошка сметану купила и вот, быстро домой по тропинке идет. К дому приводит лесная дорожка. Что же увидела бедная кошка? Дюжину крыс, бандитов хвостатых. Дюжину крыс и обеда остаток. Подходит к концу воровская пирушка. Крикнула кошка, на помощь, петрушка. Семка, на помощь, на помощь, ермошка. Фомка, на помощь. Крикнула кошка. И вдруг из-за леса выходит отряд. Выходит отряд не котят, а ребят. Первый с винтовкой, с танком другой, с длинною шашкой. Третий герой. Четвертый горохом стреляет из пушки. По крысам, сидящим в кошачьей избушке. В атаку бросается храбрый отряд. Враги отступают, пищат и дрожат. Свистнули крысы визгливо, пронзительно. Три раза коротко, два продолжительно. И побежала крысиная стая, в поле хвостами следы заметая. Кошка не знает, какую награду дать за спасение лихому отряду. Не ожидая кошачьих наград, с гордой песней уходит отряд. В сласть наигрались в песочке сыночки и прибегают домой из лесочка. Четверо славных, веселых котят. Проголодались. Обедать хотят. Сделала мама им новый обед. Снова зажарила восемь котлет. Сделала новый слоеный пирог, сладкий, как сахар. Дала им сырок. Плотный, плетеный, раскрыла мешочек. Достала с густою сметаной горшочек. Ясные звезды в небе зажглись. Дети поели и спать улеглись. Где-то в кустах соловьи засвистели. Кошки не спится. Лежит на постели. Думает кошка. Звала я котят. А почему-то явился отряд. Ах, почему, почему, почему? Этого я никогда не пойму. Мы отгадаем загадку легко. Кошке отгадку шепнем на ушко. Звали, наверное, этих ребят так же, как ваших пушистых котят. Семка и Фомка. Петрушка и Ермошка. Вы недогадливы, милая кошка?